Страны ОПЕК Плюс объявили о решении продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, ОМАН, Кувейт, Ирак и Алжир. Сокращение привело к грандиозному повышению стоимости нефти. Российская ЮРЛС поднялась на 12%, до 60 долларов за баррель. Это число максимум середины августа. Цена за баррель превысила потолок стоимости, который был установлен для российской нефти США. Повышение цен на черное золото – яркий пример работы с законом спроса и предложения. Если производители могут предложить товара меньше, чем его покупатели хотят купить, то цены растут, потому что теперь уже конкурируют между собой покупатели. Каждый хочет купить товар, понимая, что товара мало и на всех не хватит. Поэтому потребители, покупатели готовы переплачивать, готовы предлагать более высокие цены. Ну а производители этим пользуются и более высокие цены устанавливают. Неожиданное решение ОПЕК-плюс было принято с целью поддержания стабильности рынка. Страны-экспортеры нефти обеспечивают себе подушку безопасности в условиях непредсказуемости из-за банковского кризиса в США и Европе и глобальной неопределенности в целом. Производство? Ну скорее всего, как раз их целью было обеспечить поддержание высоких цен на нефть, поскольку большинство из производителей и экспортеров нефти в значительной степени зависят от экспорта нефти, от цен на экспортную нефть. Их бюджеты во многом формируются за счет доходов от продажи нефти. Поэтому все они заинтересованы в том, чтобы цены на нефть оказывались как можно выше. Стоит отметить, что подъем цен на нефть не оказал поддержки российской валюте. По итогам торгов понедельника курс доллара на московской бирже вырос. Сейчас доллар США составляет почти 79 рублей. Это максимум с 19 апреля. Впрочем, подъем цен на нефть в сочетании с ослаблением курса рубля оказал положительное влияние на рынок акций. Индекс московской биржи вырос за день на 0,9%. Лидерами роста среди ликвидных ценных бумаг стали Роснефть, Лукойл, Татнефть. Снижение курса рубля произошло тогда, когда стало известно о том, что фактические цены на российскую нефть в феврале оказались достаточно низкими. То есть в страну пришло достаточно мало валюты, в бюджет поступило мало налогов. Да, и это негативно повлияло на рубль. На таком фоне аналитики начали пересматривать прогнозы по цене нефти на 2023 год. Некоторые из них ожидают, что стоимость черного золота достигнет 110 долларов за баррель уже этим летом. Карина Бравцева, Универньюз.